Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Без пяти минут дипломированные специалисты и будущие юристы отчитались перед своими наставниками. Об этом уже через несколько минут расскажу вам я, Нурила Туржан. Работа областной инфекционной больницы может приостановиться. Причина тому – выявленные при плановой проверке многочисленные нарушения. Об этом более подробно в репортаже Мирамгуль Салкимбаевой. Караганда станет площадкой для проведения крупного международного форума регионов Казахстана и Польши. Это стало известно сегодня в рамках рабочей встречи Акима Карагандинской области и польской делегации, которая находилась в шахтерской столице со знакомительной поездкой. Гости из Польши ознакомились с экспозицией историко-культурного центра первого президента и даже побывали на футбольном матче в Тимиртау. Гости из Польши – европейские чиновники. Главы ведомств, другими словами, областей Европейской республики в Караганде с дружественным визитом. Паужан Авдишев рассказал польским делегатам о том, какие возможности имеются во взаимовыгодном сотрудничестве Карагандинской области и Польши. Центральный Казахстан как мощная база для развития совместных предприятий промышленности, машиностроения и энергетики. К слову, по итогам прошлого года внешний торговый оборот Карагандинской области с республикой Польша составил более 37 миллионов долларов. А запланированное на осень проведение международного форума поможет дальнейшему развитию взаимоотношений страны и промышленного региона Казахстана. Приглашаю вас в сотрудничестве в разных отраслях. Я думаю, те намерения сегодня, которые господин посол обсуждает по проведению форума региона, я думаю, он даст новый импульс в динамичном развитии таких региональных развитий взаимоотношений между нашими регионами. Маршал Экварминско-Мазурского воеводства, а по совместительству председатель правления Союза воеводств Яцик Протос во главе делегации. Высокопоставленный чиновник приехал поделиться опытом местного самоуправления. К слову, польская модель самоуправления является одной из успешных в Европе. И этот опыт может быть использован в нашей стране, сказал Болжан Абдишев. Реформирование государственной службы в целом и ваш опыт по системе самоуправления вызывает большой интерес. И мы готовы, для нас это интересно изучить, то, что мы с вами обсуждали. Возможно, мы отправим делегацию по изучению именно, потому что сегодня также у нас в стране происходит разграничение функций на уровне центра регион. Члены польской делегации побывали в католическом соборе на Юго-Востоке. Он строился в Караганде более 8 лет и был открыт в сентябре прошлого года. Тогда на церемонию открытия приезжал кардинал Анжела Содана. В территории Карагандинской области было организовано 4 лагеря для военных пленок. Это в Караганде, Балхаше и в городе Джазгазгане два лагеря. Посетили делегаты испасский мемориальный комплекс, где в 96-м году был установлен памятный знак полякам, жертвам политических репрессий. Показали полякам спортивные объекты на Юго-Востоке. Ледовый дворец Караганда-арена, теннисный центр и центр развития бокса имени Серикасапиева. Их можно использовать не только для проведения спортивных мероприятий, но и как площадку для форумов и конференций, отметили маршал Эки. Мы видим, что в Караганде построено очень много объектов. Здесь развита инфраструктура и промышленность. Казахстан вошел в пятерку стран, признанных Министерством экономики Польши, как выгодных для сотрудничества. Мы будем привлекать в Карагандинский регион крупные польские фирмы не только для сотрудничества, но и для инвестиций. Сегодня Польша имеет очень большой потенциал в производстве химической промышленности, в производстве создания новых технологий. И в этом отношении Карагандинская область осматривается как лучшая индустриальная площадка, где мы могли бы совместно инвестировать и создавать совместные предприятия. Ирина Камышо, Тульгин Рашитов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Массовая посадка деревьев в Карагандинском парке Победы заявила о себе новая экологическая республиканская общественная организация «Посади дерево». Первая масштабная акция собрала около 80 неравнодушных горожан. К четырем часам дня центральная аллея Парка Победы стала наполняться народом. Молодежь и пенсионеры, целые семьи откликнулись на призыв карагандинского филиала Республиканского общественного объединения «Посади дерево». Посадочный материал и шансовый инструмент подготовили спонсоры. Три года назад это экологическое движение основал алматинец Даурен Жолдозбаев. Сначала он решил помочь в восстановлении зеленых насаждений в урочище Медео после схода селевого потока. Но потом понял, что вернуть звание Алматы как самого зеленого города Казахстана могут только сами люди, которые привели уазис Казахстана в десятку самых грязных городов мира. Но Даурен Жолдозбаев противник гринписовских методов. Экологическая общественная организация «Посади дерево» действует только через добро. Главной целью нашей организации является приобщение людей к экологическим акциям. То есть мы проводим экосоциальные проекты. Задача не состоит в том, чтобы озеленить всю планету или спасти озоновый слой. Как можно больше людей привлечь к экологическим акциям. То есть это экологическое просвещение, повышение экологической культуры горожан. Идея общественной организации привлекли и молодежь Караганды. Управление молодежной политики работает со всеми слоями молодежи. Это может быть неформалы, и брейкеры, и рокеры. Мы со всей молодежью работаем. И сегодняшнее мероприятие показывает, что каждая молодежь любит свой город. Ну и чтобы поднять настроение, боевой дух, для энтузиастов группа поддержки быстро настроила гитарные струны. Мы мечтаем нашу землю превратить в самую счастливую планету на планете этой. Ведь мечтать, любить нам, друзья, по силам это... Республиканская общественная организация «Посади дерево» – не коммерческое предприятие. Ее деятельность направлена в первую очередь на сохранение зеленого фонда страны. Волонтеры-экологи уже собирали желуди, раздавали их всем желающим, для того, чтобы они прорастили и высадили дубы. Скажите, не масштабно. Главное – начать. Вот сегодня около 80 человек откликнулись на призыв посадить дерево. Это наш город, это наше будущее, и деревья – это кислород, это легкие города, поэтому у нас такой климат в Казахстане, что деревьев мало, поэтому мне кажется, это очень полезное мероприятие. Обычно таких людей называют чудаками, но на них мир держится. Главное их отличие – неравнодушный, стойкий характер. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский. 45 тысяч карагандинцев вышли в минувшие выходные на стражу чистоты и порядка. В регионе прошел общий областной субботник. Вениками и лопатами орудовали партийцы, общественники, молодежь и даже дорожные полицейские. Общими усилиями было убрано 6500 гектар территории, ликвидировано 11 свалок. Вдоль трассы Юго-Восток-Майкудук весенним озеленением занимаются ветераны и почетные граждане. По соседству с соснами, посаженными в прошлом году, здесь будут приживаться молоденькие тополи. Это такая аллея, зеленые елочки, это прелесть. Помогают ветеранам, кто помоложе. Партийцы, спортсмены и активисты молодежной организации «Жаслель». Свежий воздух, полезная работа вдохновила озеленителей на стихосложение. Я бы хотела сказать, перефразировав стихи Маяковского, «Я знаю, город будет чистым, я знаю, саду цвесть, когда такие люди у нас в районе есть». Выше на субботник и самые маленькие карагандинцы вместе с родителями и преподавателями, учающиеся 77-й школы, провели акцию «Мы за чистый микрорайон». Микрорайон был разбит на 10 дворов, в каждый из которых отправился санитарный отряд. В акции приняли участие более тысячи человек. Технику для вывоза мусора предоставил район Акимат. В целом, вообще в районе у нас стартует акция «Это чистый двор». Значит, любой двор, любой коллектив может собрать количество участников, любое, заявить о их, о месте проведения своего субботника. И, соответственно, аппарат Акима Октябрьского района поддержит их не только необходимым инвентарем и вывозом мусора, ну и дополнительно, конечно, мы организуем концертные программы. За чистоту города вышли побороться и сотрудники СПК Сарарка. Они наводят марафет в сквере и на прилегающей компании территории. Мы тоже хотим внести свой вклад в чистоту нашего города, потому что мы его любим и тоже заботимся о нем. Дорожный полицейский тоже в строю. Всегда на страже порядка на дорогах, сегодня на страже чистоты в городе. Метут, красят, берят, убирают. В субботнике принимают участие более ста сотрудников управления дорожной полиции. Была проведена предварительная работа. Со всеми жителями переговорили, объяснили, что субботник, чтобы они вывезли мусор, сложили в мешки и вынесли на дорогу. После этого сотрудники дорожной полиции сами вывезут этот мусор. Работа – наш второй дом. И мы вот уже в течение месяца каждую субботу выходим на субботники. С удовольствием, надо сказать, убираем, наводим чистоту. В уборке и озеленении приняли участие более 2800 коллективов. А это более 45 тысяч человек. В Караганде было высажено 490 деревьев. Было ликвидировано 11 свалок, убрано 6500 гектар территории. Задействовано 68 единиц техники. Ирина Камышова, Тольген Рашитов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Прервемся на рекламу, она пройдет быстро. Не переключайтесь. Молочная фабрика «Натяже» представляет Новый продукт – ацидофилин. Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натяже» с заботой о вашем здоровье. Садится или не садится в автобус, довезет он нас или не довезет до нужной нам точки. Такие вопросы пассажирам приходится решать ежедневно, стоя на автобусных остановках. Очередной рейд управления дорожной полицией вновь доказал, что пассажироперевозчики так и не научились заботиться о своих клиентах. Сергей Высокосов рассказывает. Статистика показывает, что большая часть дорожно-транспортных происшествий на дорогах области происходит по вине водителей автобусов и маршруток. Когда разные пассажироперевозчики получали право обслуживать те или иные маршруты, подразумевалось, что конкурентная среда заставит их повысить качество предоставляемой услуги. Но этого явно не получилось. Движущей силой для многих перевозчиков остается только прибыль. И не важно, каким способом ее получить. Главное – запихнуть в салон автобуса лишний полтинник. А как доедет или не доедет пассажир до нужной остановки, никого не волнует, кроме самого пассажира. Хороший, что он сюда. Почему нам сейчас высадили? Да уйди. Почему нас высадили, а деньги не выращивают? И мы не доехали. Почему это так? Пост ГАИ остановил автобус 31 маршрута за явно непрезентабельный вид. Состояние машины не соответствует никаким техническим стандартам. Решение принимается на месте. Снять с рейса автобус. Пассажиры, естественно, возмущены, но лучше направить негодование в адрес руководителя предприятия. Давайте представим на миг, что к вам приехало такси, и по ошибке не одно, а несколько, штук 3-4. В какое такси вы сядете? Ну, наверное, вы выберете, что поновее, что получше, что покрасивее. А почему же мы садимся в самый грязный, в самый замызганный автобус и не стесняемся этого? От рассуждений переходим к конкретике. У очередного остановленного автобуса нет крепежной гайки на заднем колесе. Не надо объяснять, чем это может обернуться. Каждый пассажир, кроме обязанности оплатить проезд, имеет право получить качественную услугу. Вот сколько раз уже повышали плату за проезд. А качество так и остается в зачаточном состоянии. Водители даже курят во время движения, не обращая внимания на пассажиров. Водителям автобуса запрещается курение. Если такие факты будут, большая просьба пассажирам на это обращать большое внимание. Можете сообщить дорожную полицию, и к ним будут приняты меры аднистративного воздействия. Проблему безопасной и качественной перевозки пассажиров не смогут решить только представители дорожной полиции. Это задача и исполнительной власти. Время увещеваний и объяснений давно прошло. В области у нас идет рост ДТП в целом, по сравнению с прошлым годом, по всем трем показателям. То есть по количеству ДТП, по количеству погибших, по количеству раненых ДТП. В связи с этим, значит, нами было принято такое решение отработать по городу Караганди, Тимиртау и во всех городах области данное мероприятие провести. Цель и задача данного мероприятия, то есть пресечение грубых нарушений со стороны пассажиров и перевозчиков. К сожалению, сегодняшним пассажирам приходится только мечтать о том времени, когда они смогут выбирать общественный транспорт и с комфортом совершать нужную поездку. Сергей Високосов, 1-й Карагандинский. В другим новостям. И вновь без соба. Минувшую субботу на территории вновь строящегося микрорайона на месте рухнувших домов новое ЧП опрокинулся автокран. С трудом, но нашим корреспондентам удалось побывать на месте происшествия. Пристальное внимание к новостройке на месте рухнувших домов – непраздное любопытство. В прошедшую субботу в ЧАЭС Карагандинской области поступил звонок сообщением, что на стройплощадке опрокинулся кран. Есть жертвы. Как оказалось, пострадал рабочий, но он отделался ушибами. Очевидцы сняли на мобильный телефон в момент, когда кран перевернулся. Нашим корреспондентам пришлось преодолевать препятствия, чтобы зафиксировать это событие. Но не тут-то было. За забор никого не пускали. Кому нужен лишний шум? Двери перед корреспондентами плотно закрылись. Аварией будет заниматься комиссия. Это понятно. Непонятно, почему не рассказать обо всем, чтобы не было кривотолков. Бесова до сих пор больное место Караганды. Сергей Высокосов, 1-й Карагандинский. Областная инфекционная больница может закрыться. СЭС Карагандинской области, подав исковое заявление, Межрайонный экономический суд требует приостановить деятельность клиники. Причина тому – выявленные в ходе плановой проверки многочисленные нарушения. В стационарах не предусмотрены локальные очистные сооружения. Потолок в отделениях покрывается плесенью. Все это выявили в ходе проверки санэпидемиологи. Больницу необходимо закрыть. Такой приговор областному медучреждению подписала санэпидемстанция. К слову, в третьем корпусе больницы капремонт начался в 2008 году, который должен был закончиться ровно через год. Однако работы так и не завершились. В феврале месяц была проверка, мы давали в прошлом году предписание. В этом году тоже была в марте проверка плановая, в ходе которого мы подготовили письмо областному управлению за выходные о тех нарушениях, что до сих пор не устранены. Что будут приниматься меры по представленному деятельности данного объекта. Но до сих пор мы ответ с самого здрава еще не получили. Первое проверку, потом иск подали экономический суд. Реанимационные отделения администрации и клиническая лаборатория переведены в другие корпуса. Больница рассчитана на 35 коек, а на стационарном лечении сейчас находится 46 больных. Но это не самая страшная ситуация, усугубляет протекающая кровля. После каждого потопа администрация медучреждения собственными силами проводит текущий ремонт. Однако многочисленные проблемы это не решает. На данный момент в управлении здравоохранения области рассматривается вопрос о выделении дополнительных средств на ремонтные работы в третьем корпусе. Руководство инфекционной больницы просят дать им немного времени. Мы будем просить у суда отсрочку на то, чтобы нам дали срок на проведение ремонта. На сегодняшний день исковое заявление находится на рассмотрении в межрайонном экономическом суде. Как отмечает руководство СЭС, деятельность инфекционной больницы все-таки может приостановиться. При этом нужно учитывать, что в городе нет альтернативы этому заведению. Сегодня здесь насчитывается более 200 больных и 100 медработников. Казахстанские стоматологи собрались в Карагандинском государственном медицинском университете, чтобы обсудить новые мировые технологии в организации и оказании диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических услуг. Первая подобная научно-практическая конференция с международным участием была проведена Казахстанской стоматологической ассоциацией в прошлом году в Чемкенте. В этот раз выбор пал на Караганду. На конференцию были приглашены не только светила казахстанской медицины, но и видные зарубежные специалисты. Сергей Михайловский, профессор, представлял школу фармацевтических и биомолекулярных наук Бриктонского университета. Джон Джей Ук из Южной Кореи, организацию Остем Имплант. Государством уделяются огромные средства на повышение качества медицинских услуг. Но дело, наверное, не только в средствах. Дело и в том, что наши медики собираются, обмениваются опытом. И вот сегодня в КГБУ собрались стоматологи республики, чтобы встретиться с международными специалистами. Ибо, как известно, в спорах рождается истина, а обмен опытом поддерживает науку. Несмотря на достигнутые успехи, вопросы стоматологического обслуживания населения требуют пристального внимания. Особо остро нуждаются в зубных врачах жители села. Последняя профилактическая поездка в сельские местности области выявила целый букет заболеваний зубов у сельской молодежи и детей. В единственном регионе страны, в Караганинской области, нет специализированной стоматологической поликлиники для детей. Надо повышать роль врача-стоматолога в современном здравоохранении Казахстана. Состояние зубов является зеркалом общего состояния здоровья. Стоматология развивается очень большими шагами, стремительно развивается. Но, тем не менее, в тематике сегодняшних докладов очень много нового, очень много интересного. То, что в каждодневной практике вызывают у врача-стоматолога массу вопросов. Я думаю, что сегодняшняя конференция даст ответы на многие вопросы, которые беспокоят наших стоматологов. Подобные научные конференции прокладывают путь для скорейшей реализации достижений мировой научной мысли в практической деятельности медицинских работников. Данная конференция действительно играет очень большую роль, потому что появляется как бы возможность и опыт организации подобных мероприятий в регионах, то есть среди членов конкретно Казахстанской стоматологической ассоциации и, естественно, обмен опытом. Сергей Высокосов, Первый, Карагандинский. Молодые специалисты юриспруденции встретились со своими наставниками. Накануне карагандинские студенты юридического факультета прошли производственную практику. А сегодня на встрече с руководителями практики они рассказали им о своих профессиональных навыках, которые приобрели за это время. Подробнее в следующем репортаже. Ежегодно студентам юридического факультета предоставляется возможность применить свои теоретические знания на практике. В текущем году более 20 студентов Карагандинского государственного университета направились в органы юстиции, чтобы получить профессиональные навыки. Данное мероприятие проходит в рамках меморандума, заключенного между Карагандинским университетом имени Букетова и Департамент юстиции Карагандинской области. Это мероприятие проходит у нас ежегодно, что позволяет нам непосредственно органам юстиции пополнить свои кадры. То есть на этой стадии мы уже выявляем те или иных студентов, которые уже практически нам уже подходят. Как отмечает Нургуль Кенжибаева, заместитель руководителя областного департамента юстиции, студентов, прошедших производственную практику в органах юстиции, уже можно считать готовыми кадрами. Поскольку они своими глазами видят процесс работы, здесь же применяют свои знания. Без пяти минут дипломированные специалисты проходят профессиональную практику не только в Карагандинской области, но и в Астане. Надо сказать, что у нас студенты, очень много студентов, изъявляют желание пройти практику на базах органов юстиции. В сегодняшнем мероприятии мы принимаем отчеты у 17 студентов, которые проходили практику в различных местах. Ранее старшекурсники Карагандинского государственного университета свои отчетные работы сдавали в родном вузе. Сегодня эту работу они проделывают в стенах департамента юстиции. Толхан Мустаева, студентка юридического факультета, признается, представлять свою работу на суд специалистов по юриспруденции было несложно, однако весьма волнительно. Я проходила практику в управлении юстиции Карагандинской области в отделе государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Было несложно защищать наши отчеты, так как мы приобрели дополнительные навыки, умения. Я думаю, что в дальнейшем я смогу работать в этой сфере. Нурилат Туржан, Толиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. О новостях спорта Берри Копаров. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Allugal, Galvin, Hercule. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Allugal. Allugal производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. В любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Allugal это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Allugal адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Allugal. Действующий чемпион страны, карагандинский «Шахтер» продолжает безвольно уступать очки соперникам и отдаляться от тройки лидеров. На Тимиртавском стадионе «Металлург» «Шахтер» еще не проигрывал в рамках премьер-лиги. Но что поделать, когда соперник играет просто лучше? В очередном туре карагандинский клуб принимал столичную «Астану», с которой в последний раз встречался в победном матче за суперкубок. Нурдовлетов и Остапенко сделали 2-0 не в нашу пользу уже к 44-й минуте. Затем еще до перерыва выздоровший Сергей Хирниченко сократил отставание до минимума. А Валерий Коробкин на 66-й минуте встречи убрал все вопросы. 3-1. Очередное поражение, а самое главное – невыразительная игра. «Шахтер» продолжает лихорадить. А мы надеемся на скорейшее выздоровление любимой команды. Шесть карагандинских спортсменов-параолимпийцев отправились на квалификационный международный турнир по настольному теннису среди атлетов с ограниченными возможностями. Все расходы на поездку, проживание, питание и специальные снаряжения взяли на себя областной акимант Карагандинской области, местное управление туризма и спорта и корпорация «Казахмыс». Турнир проходит в столице Ярдании – Амани под эгидой Международной федерации тенниса. Это состязание является первым и основным турниром для получения сертификатов, лицензий, необходимых для участия в Паралимпийских играх 2016 года. С 17 по 19 апреля текущего года с 10 до 16 часов в здании Дома культуры Нового Майкудука аппарата Макима Октябрьского района будет проводиться информационная работа по разъяснению государственных программ. Занятость 2020, доступное жилье, дорожная карта бизнеса, производительность 2020, модернизация ЖКХ. Телефон для справок 45 86 77 45 77 20. На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского 42 06 49. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите нас завтра в это же время. Всего доброго. Аман Сау Бонздар. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok